Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. В Сибирском федеральном университете открылся русский конгресс российского общества преподавателей русского языка и литературы. Но обсуждают там динамику изменений русского языка и литературы. Но самое интересное, что впервые оцифруют Пушкина. Это большой проект, про который сегодня расскажет наш гость в студии Алексей Балакин, ученый-секретарь Пушкинской комиссии Российской Академии Наук. Добрый вечер! Здравствуйте! Я немножко там запуталась, потому что такие длинные названия. Давайте сразу про Пушкина и про проект. Потому что Пушкин, как мы знаем, наше все. И каждый русский человек и каждый за границей, кто что-то слышал про Россию, это первая фамилия, которую называют. Чехова могут не знать или путать с кем-то, а Пушкина знают все. Что это за проект с цифровизацией? Это не совсем цифровизация. Проект называется «Пушкин диджитал» или «Пушкин цифровой», как сейчас его именуют. Это проект создания принципиально нового собрания сочинений цифрового. Если как раньше было. Сканировали книжки, их в формате PDF или в формате HTML выкладывали, и фактически это были цифровые копии печатных книг. Тут мы пытались придумать совершенно другой проект, который бы отвечал некоторым требованиям. Во-первых, он был бы бесконечный, то есть его постоянно можно было бы улучшать. Ведь книжка как? Ее издашь, книжка и все, с ней больше ничего не сделаешь. Цифра лишена этого недостатка. То есть можно исправлять, можно дополнять. Это во-первых. Во-вторых, все комментарии, которые там к пушкинским текстам, они прошиты гиперссылками. То есть научная литература, она и тем отличается, что в ней большое количество ссылок на разные другие исследования, мемарную литературу, письма. Весь проект «Пушкин диджитал» прошит гиперссылками. То есть вы можете тут же перейти на любую книжку, которая цитируется, и проверить точность цитаты и корректность ее. Сразу посмотреть источник, а не листать где-то там? Да, именно так. Кроме того, оцифрованы все прижизненные издания Пушкина. Но это уже старый проект, мы уже осуществили его больше 15 лет назад. Также оцифрованы все рукописи Пушкина, и в проекте «Пушкин диджитал» они будут все представлены вместе с каноническими текстами. То есть каждый может посмотреть и прочитать и текст Пушкина, посмотреть, каким его прочел и читатель времена Пушкина, и на рукопись, которая отразила этот текст. Ну и даже какой-то процесс создания может быть прочувствовать, потому что он же не только там писал, а и рисовал. Да, ну рисунки, конечно, особенно Михайловские тетради, которые он вел Михайловскому, они все испочлены рисунками. Считается, что Пушкин, когда у него тормозился творческий процесс, он начинал рисовать на полях. И в некоторых тетрадях буквально все поля, они изрисованы и профилями мужскими, женскими, и рисунками лошадей, и листьев, и разными существами. — Скажите, вот Пушкин все знают, изучают в школе, есть собрания сочинений, причем разные, там включены разные, с разным наполнением, скажем так. У меня, по крайней мере, так в детстве было, было два собрания сочинений. И в одном были всякие такие, которые детям не надо показывать, произведения, а в другом вот не было, а другое было больше там отцензурировано, может быть. — Что еще не написали или не изучили в Пушкине? — Это самые... — Вот что, целый институт создан, что вы там изучаете, скажите? — Это самый частый вопрос, который мне задают. На самом деле мы сейчас создаем новое полное академическое собрание сочинений, потому что академического собрания сочинений полного Пушкина сейчас нет, которое бы соответствовало требованиям современным. Ведь академическое издание чему должно соответствовать? Во-первых, туда должна включаться любая, все пушкинские строки, все, что он написал, как и любой писатель, собственно. Не только то, что опубликовано, но то, что осталось в черновиках, в записных книжках, все письма. Также все черновики должны быть прочитаны, расшифрованы, и должен быть создан историко-литературный и реальный комментарий. То есть каждое произведение должно быть поставлено в литературный контекст, должны быть названы все его источники, должна быть мотивированная датировка, и все публикации отражены при жизни, названы. То 16-томник, который выходил с 1937 по 1949 год, он, во-первых, оказался неполным. Там в него не вошли ни рисунки, ни то, что мы называем рукой Пушкина, на его какие-то деловые записи и прочее, во-первых. Во-вторых, по решению вышестоящего начальства оно было лишено комментариев вообще. Там были только краткие текстологические справки, датировки даны без мотивировок. И сейчас, хотя это издание в свое время явилось выдающимся достижением отечественной филологии, но сейчас оно как бы является таким вот зашифрованным. Мы не всегда понимаем, почему предпочли тот или иной источник текста, почему ту или иную датировку. Но несчастье еще состояло в том, что оно фактически было объявлено каноническим и не требующим пересмотра. И все дальнейшие издания ориентированы на него. Хотя сами пушкинисты, которые делали его, понимали, что филология не стоит на месте, они практически не могли. То есть в очень узких границах могли что-то поправить, что-то изменить, что-то переделать. — Что еще можно открыть в Пушкине? Вот человек на работу приходит. Я так понимаю, что новым, как говорится, литературоведам нужно не только изучить Пушкина, но и все, что написали о Пушкине. — Именно, да. — А это гораздо больше. — Это очень много, но сейчас, если начинаешь работать с конкретным материалом, куда не ткнешь, все обнаруживаются какие-то пробелы. Более того, есть пушкинские произведения, о которых вообще ничего не было написано в принципе. — До сих пор такое есть, белые пятна. — Да, белые пятна. — В Пушкине белые пятна. — Существует перекос, какие-то произведения изучаются, про какие-то произведения написаны целые горы книг, причем чаще всего повторяют уже то, что было написано. Но, понимаете, все ждут каких-то сумасшедших открытий, но открытия случаются, причем открытия довольно серьезные. Но это открытие, чтобы понять суть этих открытий, нужно знать, знать проблему. То есть, чтобы понять, рассказать, в чем произошло открытие, в чем это открытие, нужно знать очень многое. Историю того или иного текста, историю, как оно изучалось, как оно функционировало в пушкинском наследии. — Ну и личные взаимоотношения там тоже были, и между исследователями, и у Пушкина еще с кем-то. И это тоже интересно. Но вот смотрите, целый большой конгресс, столицей которого впервые стал Красноярск, это восьмой конгресс преподавателей русского языка и литературы. И он, я вот уточню, называется «Динамика языковых и культурных процессов современной России». А какие у нас языковые и культурные процессы в России, которые требуют вот на таком высоком масштабном уровне обсуждать? — Ну, сейчас же идет стирание всех границ в связи с различными интернета. И в русский язык приходит большое количество иностранных слов, и из английского языка, и из других языков, очень много аббревиатур. Подобные процессы были и в начале XIX века, и в XVIII веке, и в начале XX века. И я не очень понимаю людей, которые говорят, что вот, язык засоряется, язык там, скоро будет совсем невозможно знать русский язык. Нет, язык у языка всегда очень серьезная, хорошая печень. — Язык отражает жизнь. — Да, и он, во-первых, он отражает жизнь, и он сам все ненужные слова через какое-то время они просто отомрут. Потому что говорят, вот, есть языковые дублеты по русски и иностранной, но, извините, там разные коннотации они отражают. — Слушайте, ну и у того же Пушкина куча заимствованных слов в его произведениях, ну потому что были вот эти гувернеры там и так далее. Вот Толстого огромный на французском, но ничего не случилось языком, собственно. — Ну и да, и Карамзин придумал большое количество слов, которые мы даже сейчас вообще не воспринимаем, как придуманные иностранные. — Нет, мне кажется, вот это, потом еще вот эта история с феминитивами, это такая ряпина в воде на самом деле, это очень, ну, какая-то поверхностная история, которая сама ликвидируется... — Посмотрим, посмотрим. — ...с, как говорится, с жизнью. Но когда собираются вот такое большое количество людей одной профессии на свой такой форум, причем в разных городах, вот что в Красноярске, вы с чем приехали? — Я приехал с рассказом о том, что произошло в Пушкиновидении за последние четверть века, начиная с последнего юбилея. — Что там произошло? — А вот какие были изданы книжки, какие проведены конференции, какие научные журналы выходят о Пушкине? — Ага, Алексей, вот, кстати, про книги. Мы с вами перед эфиром уже начали говорить про книги. Я сказала, книга по-прежнему лучший подарок. И выяснилось, что Алексей знает вообще секретного человека, который достает какие-то книги, которые нигде не достать. Такие есть в нашем цифровом вот этом мире? — Ну, нет, в цифре, конечно, есть практически все. Я говорил только о малотиражных научных книгах, которые выходят там тиражом 300-500 экземпляров, и которые, когда они расходятся, когда они раскупаются, их практически невозможно достать. И вот на просторах интернета есть такой продавец, который продает за три дорого, десятеро дорого. — А у него какой-то, простите, блат, я вспоминаю, советские времена. — Ну, я не знаю. Например, какие-то собрания и сочинения, даже полные собрания и сочинения академические. Вот Гончарова, в которых я участвовал, который вышел в 1997 году, тиражом 500 экземпляров, первый том не достать вообще нигде. То есть, в принципе, его нет в продаже. — Ну, что с ним люди делают? Поделились бы. Мне кажется, сейчас уже такое невозможно. Или намеренно делают такие издания? — Нет, понимаете... — Не оцифрованные, что ли? А это невозможно сейчас? — Нет, цифра и бумага все-таки разные вещи. В цифре практически можно достать все. А то, что нельзя, человек кидает клич, и тот человек, у которого есть эта книжка, он ее цифрует и выкладывает. Я не вижу в этом ничего. — Скажите, ну, в вас проникла вот эта мода последних десятилетий, вы читаете бумажные книги или электронные? — Нет, я читаю исключительно бумажные книги. Конечно, у меня есть большая коллекция электронных книг, разумеется, но в основном я их использую для работы, для сверки цитат, для поиска. Это очень удобно, когда у тебя... Вот у меня есть накопитель, где там примерно несколько десятков тысяч книг у меня и журналов. Чтобы лишний раз не идти в библиотеку, тут же нужен тебе русская старинация какой-нибудь, 1791 год. Тут же взял и открыл, посмотрел. — Ваше любимое какое произведение пушкинское? Это банальный вопрос, но все равно это отражает вот характер исследователя. — Я люблю, наверное, очень... то, что мы называем маленькими трагедиями. Вот, и потом, конечно, «Капитанская дочка». Капитанская дочка. — Вам нужно сходить в Красноярский театр и драматический театр имени Пушкина? — Ну, сейчас же еще сезон не открылся. — Ну, уже открывается. Уже вот-вот. Уже 7 тября. — Да, уже завтра улет, да, послезавтра улет, да. — Очень, очень жаль. Вот очень накоротко приезжают люди к нам из столиц, культурных столиц в Красноярск. Очень жаль. Мы говорили сегодня про Пушкина, поскольку большой проект цифрового академического издания с сочинения Александра Сергеевича Пушкина готовится. И, собственно, наш сегодняшний гость — ученый-секретарь Пушкинской комиссии Иран Алексей Балакин был сегодня гостем нашей программы. Спасибо большое за ваши комментарии. Это программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин